В радиусе поражения оказывается вся центральная часть России, в том числе под прицелом Москва. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Ведь это коснется всех, всех, от верховного главнокомандующего президента страны до рядового гражданина. И вопрос иногда может даже в случае поражения страны в том или ином вооруженном конфликте встать о ее дальнейшем существовании как таковой, как субъекта. В последнее время на Западе очень активизировалась тема, что Путин не остановится в Украине, что он пойдет дальше. Многие западные страны действительно осознали эту угрозу, поэтому начинают к ней готовиться. НАТО объявило о подготовке к большой войне в Европе. Россияне очень обеспокоены тем, что американские ракеты будут нацелены на Россию. А все потому, что США решили разместить в Германии свои томагавки и гиперзвуковое вооружение с целью усиления, сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО. Начинаем со срочных новостей. Соединенные Штаты впервые с холодной войны решили развернуть наземные ударные системы большой дальности в Германии. Реча, ракетах, в их числе томагавка и, возможно, ракеты СМ-6 в гиперзвуковом исполнении. Все это с ядерными боеголовками. В радиусе поражения оказывается вся центральная часть России, в том числе под прицелом Москва. Как пишет Бильд, крылатые ракеты США могут лететь на большое расстояние и уничтожать военные цели на территории противника. Это могут быть командные центры, бункеры и радарные установки. Дальность действия американских крылатых ракет составляет 2500 километров, что означает, что в теории они действительно могут долететь до Москвы. Шольц назвал это решение очень хорошим, а Белый дом утверждает, что размещение в Германии американского дальнобойного оружия носит исключительно оборонительный характер. На самом деле не только Шольц назвал это решение хорошим. Депутаты Бундестага также поддерживают. Решение США разместить ядерные ракеты поддержал не только канцлер Германии Шольц. Он сказал, что это отличное решение. Но и большинство депутатов Бундестага, например, депутат Кизи Веттер из партии Меркель, называют решение Байдена очень хорошим шагом, который демонстрирует готовность Пентагона к войне с Россией. Белый дом в лице координатора Кирби при этом врет. Говорит, что размещение Германии американского дальнобойного оружия носит исключительно оборонительный характер. Официальный Берлин отметил, что современные дальнобойные ракеты Таурус способны проникать вглубь территории противника на низких высотах и уничтожать командные пункты и системы врага. Но запускают их с самолетов. Одновременно американские томогавки запускают с наземных пусковых установок, с кораблей или подлодок. А то, что они к 26-му году поставят там какое-то оружие, во-первых, посмотрим, кто из них вообще там доживет до 26-го года и что там в реальности будет и с Америкой, и со всеми остальными. Но если реально они будут ставить там, я думаю, что ничему нам не мешает нанести точечный удар буквально по этой базе в Висбадене и все. Это можно расценивать сколько угодно, как повод к войне с НАТО и так далее. Мы просто скажем, мы сделали конкретный укол вам, конкретно ликвидировали вот эту бородавку и все. Им скажем и все. И ничего они не сделают. Проглотят. Они это проглотят. Никакой войны они нам не объявят. Обычно сначала ответ, а потом мы с кем будем беседовать про какие-то бородавки? У них никакого ответа не будет. То есть рискнуть? Мы просто уничтожим и всю эту базу. И все. Ничего не будет. Вы не волнуйтесь. Хорошо. Во-первых, это еще далеко. Во-вторых, ничего не будет. Ну то есть еще есть два года, можно зажечь. Ракеты, в смысле, в 26-м поставят, а сейчас в 24-м. До 26-го еще большой вопрос, что они там поставят. Им еще дожить надо до 26-го. У нас этот вопрос не стоит. А вот с Америкой и с Европой... У нас не стоит, потому что мы точно доживем. Мы доживем и будем еще сильнее, а вот они будут слабее. Параллельно Германия, Франция, Италия и Польша разрабатывают свои аналоги томогавок. Эксперты убеждены, что это решение страны Европейского Союза приняли после того, как увидели, что США запрещают Украине бить по территории России своим оружием. Простыми словами, Евросоюз не хочет ждать разрешения на применение чужого оружия, пока Россия будет бомбить их города. Идем уверенными шагами к холодной войне. Горячее даже. Все это уже было. Все это делается в целях подавления нашей страны. Все это делается для того, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя. Мы это все должны учитывать. Это не повод для пессимизма. Наоборот, это повод для того, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал. Вероятно, что российские угрозы ядерным оружием вызвали серьезную реакцию со стороны Запада. И они решили не просто слушать, а действовать. Американские ракеты, которые передадут Германии, способны уничтожить весь военно-оборонительный комплекс России. Также они способны нести ядерный заряд. И это, конечно, вызывает огромную истерию у российских пропагандистов. Звуковые ракеты ведь в Германии теперь собираются размещать. Да, ну я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы после военного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана по тем соглашениям, которые были подписаны. Наземные томогавки, блок пятый, который летит на расстояние двух с половиной тысяч километров. Когда они говорят, что он не способен нести ядерную боеголовку, я в это верю, потому что Лос-Аламовская лаборатория пока не создала эту боеголовку для этих крылатых лет. Но само их размещение говорит о том, что они делают ставку как раз на удар с суши. Но нужно понимать, что эти две с половиной тысяч километров, эта ракета дозвуковая, она будет лететь порядка двух часов. Но ее задача не для того, чтобы ударить по нашим тылам, ударить по нашим пусковым установкам. Ее задача взломать нашу противовоздушную оборону, чтобы обеспечить пролет вот тех самых гиперзвуковых ракет, о которых они никому не говорят, что якобы они секретны. Когда это все началось, когда американцы вышли из договора по ракетам малой и средней дальности, тогда наш президент дал поручение проработать вопрос создания ракет средней дальности на основе российской технологии управляемого гиперзвука. То есть создание таких ракет, которые, скажем, преодолеют любую систему ПРО и ПВО. По сравнению, например, с томогавками, даже сравнивать нельзя. И правда, между США и РФ ранее существовал договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Его подписали еще в 1987 году, тогдашний президент США Рональд Рейган и последний лидер Союза Михаил Горбачев. Это стало первым случаем, когда две сверхдержавы договорились сократить свои ядерные арсеналы и ликвидировать целую категорию оружия. Но в 2019 году США вышли из этого договора, из-за того, что Кремль нарушал его. И вот недавно Путин заявил, что так называемая Россия все-таки будет производить и развертывать такие ракеты. Так что ответ США тоже последовал. Что дальше и когда остановимся? Американцы поставили немцам ракеты, которые могут бить по Москве. Следующий шаг. Но вы знаете, очень много остается... Потенциально ядерные боеголовки поставлены в Висбадо. Ну, будет в 2020 году. Дело в том, что американцы, их союзники по НАТО получат неприемлемый ущерб. А вот ракеты, которые не запустят по нам, в большинстве будут сбиты. Стоп, стоп, стоп. А почему так раскудахтались? Это всего лишь элемент предупреждения войны против НАТО. Запускать ракеты по Москве пока никто не собирается. Хотя очень бы хотелось. Это пока просто размещение. Ведь мы-то помним слова Соловьева, которые давно неровно дышат к Германии. Шольц говорит, что агрессии России мы должны победить. Шольц, значит мы должны войти в Берлин. И не выходить оттуда никогда. Теперь же Соловьев после договоренности Берлина и Вашингтона разместить томогавки заговорил совсем по-другому. Размещение оружия определенного типа на территории Германии. А где именно? Потому что если они, например, размещают на территории Восточной Германии, то это обозначает, что нарушается тот самый договор 4 плюс 2, на основании которого мы дали добро на появление единой Германии. А это значит, что мы можем сказать, что мы сейчас не признаем федеративную республику Германии как самостоятельное единое государство. То есть все, мы дезавуирами, сможете сказать, признание Германии как государство. Это еще не все ответы, обещанные россиянами для Германии и США. После обнародования этих договоренностей в Министерстве иностранных дел РФ назвали размещение американского дальнобойного оружия в Германии, цитирую, «звеном в эскалационном курсе и элементом устрашения». Так что там пообещали военный ответ. Рано или поздно Вашингтону придется договориться с Москвой и убрать железо к себе или его уничтожить. Так планы США прокомментировали в российском МИЭД. Предупредили, что ответ будет, ответ будет военным, и этот ответ станет отрезвляющим для всех врагов. Не США нам диктовать, что нам делать. Выбор за ними. Если они хотят дальше идти по эскалационной лестнице, они могут оказаться в ситуации, когда кризисом будет очень сложно управлять. Но искомого для них эффекта в плане устрашения Российской Федерации объявленное вчера совместно с ФРГ решение не достигнет в любом случае. Это точно. Мы примем компенсирующие меры. Времени более чем достаточно, чтобы все это правильно отформатировать. Тем более, что еще раз, технологические заделы мощные, соответствующие окры проведены, вопрос в производстве и в дальнейших решениях, о чем президент исчерпывающим образом высказался буквально несколько дней назад. Что может Россия противопоставить США? Разве снова свои угрозы ядерным оружием? Но пропагандист Коротченко предлагает отвечать Германии и США внимание ударами по Украине. Я категорический противник. Запугивать сейчас НАТО, либо угрожать им, этого делать не надо. Сейчас такая ситуация, когда необходимы практические шаги. Какие практические шаги считались бы целесообразными с точки зрения логики политического и военного руководства России в той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Далее, что необходимо, опять же, по логике реагирования делать, это полностью уничтожать всю электрогенерацию на Украине. Я говорил об этом, что есть примерно окно у нас 3-4, максимум 5 месяцев, в течение которых есть возможность полностью сделать так, чтобы тыл ВСУ, а в значительной мере он базируется на возможностях объектов критической инфраструктуры Украины, полностью был выключен. Ну, здесь мероприятия совершенно очевидны. У нас есть прекрасные уже прецеденты, в частности, использование самолетами фронтовой авиации ВКС России крылатых ракет Х-69, с помощью которых можно в очень короткие сроки быстро и эффективно решить вопрос обнуления возможностей всех электрогенерирующих мощностей Украины. Что? Ответные меры на действия США – это бить по Украине? А не хотите ли американскую электрогенерацию разрушить? Или слабо? Или вы только и можете своими языками ядеркой угрожать? Мы должны не месседжи слать, а изменить планы оперативного применения российской стратегической триады на те или иные варианты ядерной войны, которые предусматривают, что если возникает ядерный конфликт в Европе, куда нас втягивают, и используется американское либо высокоточное оружие, либо американское тактическое ядерное оружие для удара по территории России, первый гарантированный, ограниченный, подчеркиваю, ответ на удар должен быть по военным объектам на территории США. Доктринально это решение должен принять и рассмотреть Совет Безопасности России и соответствующее поручение Генеральному штабу Вооруженных сил России на отработку соответствующих планов. Это не призывы к войне, это меры реагирования. На самом деле в России уже не первый раз идут разговоры о возможности ядерной войны. Сначала там говорили, что могут применить ядерное оружие в случае, если кто-то решится посигнуть на территориальную целостность Федерации. Потом, если в войну на стороне Украины вступит какая-либо из стран НАТО. А теперь, когда страны НАТО не вступают в войну, не нападают на РФ, а элементарно хотят защититься, чтобы этой войны не было, они снова угрожают. На самом деле, таким образом россияне шантажируют страны Запада, чтобы те перестали поддерживать Украину. И жаль признать, это им удается. Продолжает идти ва-банк. Джо дал Зеленскому добро на дальнейший геноцид украинцев и продолжение войны с Путиным. Но только при условии, что ВСУ не будут бить по Москве. Байден сказал, что это сейчас не поможет. И в новых пакетах помощи не будет в этой связи дальнобойных ракет, которые могут достичь Кремля. Что будет в этих пакетах, Байден не рассказал. Выглядит все так, что США боятся своей собственной силы. Штаты боятся поставить Россию на место, поэтому и не позволяют нам атаковать американскими атакам сами территорию Временной РФ. Британия также по этому вопросу дала заднюю, потому что ранее новоизбранный премьер Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Штормшедов для ударов по России. Однако позже в правительстве Королевства разъяснили, что такого разрешения не давали Украине. Так как же тогда вы хотите остановить Россию? Что касается заявлений коллективного Запада о том, что, например, Украина должна победить, Россия должна проиграть. Ну так в целом это формулируется идея. Детально не расписывается, как мы с вами по этому поводу неоднократно говорили. Но что означает, например, поражение России для всех нас? Это она, ведь это коснется всех, всех, от верховного главнокомандующего президента страны до рядового гражданина. И вопрос иногда может даже в случае поражения страны в том или ином вооруженном конфликте встать о ее дальнейшем существовании как таковой, как субъекта. Поэтому цена тут вопроса исключительно велика. Если все российские угрозы, путинские авантюры, демократический мир проглотят и не ответят, и не поможет Украине покончить с этим терроризмом, то вполне вероятно, что Россия все-таки вторгнется в страны НАТО, потому что она видит их слабость. Не поддавайтесь вражебной пропаганде, соблюдайте информационную гигиену и доверяйте только проверенным источникам информации. С вами была Анастасия Норицына. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok